МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Перезвоните к нам по телефону 393-38, код города Хантамансийска, 3467. Делитесь вашей точкой зрения и новостями. Внимание, телефон доступен только в течение прямого эфира. А сейчас сделайте звук телевизора погромче, ибо вот что вы увидите прямо сейчас. За окном давно уж стонут провода. Когда ж покинут нас сибирские морозы? На всех термометрах уже вторую неделю под минус 40. Улицы городов пустеют, машины заносят снегом. Греет ли в холода югорчан тепло их сердец? Разберёмся вместе. Куда летишь ты, мать югра? До ночьих крыльях успешно функционировать и даже просто развиваться огромному региону без авиации никак. Что пришлось преодолеть, чтобы наладить в округе воздушное сообщение? Что мы имеем сейчас? Через тернии к звёздам или... Сгорели на работе. Детали лошадиной трагедии. Куда теперь деваться с животным после пожара в конюшне? Кони хоть и не люди, но жить им где-то надо. Пригодится любая помощь. На миру и смерть красна? Но это кому как. Животным на минувшие недели вообще не очень везло. А этот баран ещё и погиб на глазах у самой впечатлительной публики. Рожениц и беременных женщин. Что это? Красивый народный обычай? Но общественность считает иначе. А не слипнется? Злоумышленники пытались украсть из сургутского магазина 30 коробок конфет, которые собирались продать. А деньги, видимо, прогулять. Будет ли жизнь с салаткой? Сейчас я вас всех напугаю. Это кадры из голливудского фильма «Послезавтра» 2004 года. Примерно так уже две недели выглядят города Югры. На улице никого нет. Все сидят дома. А если и выходят, то в экстренных случаях обязательно одетыми в остой одежек. Аномальные холода накрыли сейчас почти всю страну. Но больше всего досталось западной и восточной Сибири. Хотел пошутить, зомби ходят по улицам. Но нет. Вот мы югорчане живем на севере. И для нас резкое понижение температуры не должно быть в диковинку. Но каждый раз, когда наступают крепкие морозы, все равно мы даем слабину и мерзнем. Иногда даже болеем. И вроде должны привыкнуть к густому туману в минус 50, хрустящей одежде и белой мотыни и ресницам. Но нет же, жалуемся на лютый холод и просим у небесной канцелярии потеплений хотя бы до минус 20. Пожалуй, тут повезло только нашим школьникам. Им никуда выходить не надо. У них сейчас карантин. Остальные работают и учатся, к сожалению, в прежнем режиме. А вот это мы сейчас и проверим. Решили узнать, так ли оно на самом деле. Как и где вы переживаете сильные морозы. Варианты ответов. Это вопрос нашего интерактива на минуточку. Варианты ответов дома, на работе или уезжаете на юг погреться. И не забывайте звонить нам в прямой эфир. Расскажите, как вы проживаете эти холодные две недели. Пока голосуйте за подходящий вариант и набирайте номер телефона нашей студии, мы покажем вам эксперимент в главной роли наш журналист Александр Ли. Он проверил, есть ли место горячим добрым сердцам в минус 40-градусный мороз. Уже как две недели столбик термометра в югре переваливает за 30 градусов ниже нуля. Владельцам автомобилей такие жгучие морозы совсем не страшны. Ну а вот любителям передвигаться пешком иногда приходится искать теплое местечко. Сегодня мы провели эксперимент и выяснили, а у кого из граждан сердце горячее. Первым делом мы решили попробовать остановить автомобиль. Выйти к дороге, вытянуть руку и ждать. Четверть часа на морозе и, о чудо, один водитель все-таки согласился помочь. У меня такой вопрос. Нет вообще, холодно капец. Далеко до дома идти. Вы не подбросили? Живу на студенческой. Вам не сложно в ту сторону или как? Я не так и кинул. Вам когда не попадались вообще случаи такие в жизни, кроме этого? Меня выручил, я выручил. То есть без проблем, на дороге когда-нибудь увидите, без проблем довезете? Чего, человек, умирать будешь. А вот в общественном транспорте нас ожидал не столь теплый прием. Можно пару остановок проехать? Очень холодно просто. Холодно, маршрутки ходят. У меня денег просто нет. Маршрутки ходят? То есть нельзя. А что, в маршрутках без денег нельзя? А в автобусе можно? Вы первая попалась просто. Ваша автобус первая. Да, мы ждали маршрутки и ели. Хорошо, я понял. Маршрутка так маршрутка. Стали ждать. Вот, уже теплее. Извините, пожалуйста. А можно проехать пару с ног? Очень холодно, просто денег нет. Водитель без проблем согласился помочь и на нашу просьбу скромно кивнул головой. Город у нас отзывчивый в целом. Поэтому, если вы замерзли, можете спокойно попросить водителей проехать пару остановок. Ну или вовсе подвезти до дома. Но все равно такими перебежками сильно не согреешься. Так что пейте горячий чай и, главное, одевайтесь теплее. Молодец, юноша. Гордый, со взором горячим. Город у нас добрый в целом. Что же, пусть несмотря на морозы, ваше сердце не станет холодным. Ну, вот как, например, у сотрудников ДПС, которые спасли на 934-м километре трассы Тюмень-Хантамансиск замерзающего мужчину. Он пытался поймать попутку и, чтобы не заледенеть совсем, решил не стоять на обочине, а идти в Хантамансиск, куда ему и надо было. Времени в пути он провел очень много и уже отчаялся поймать машину, сильно замерз. Но его вовремя заметили инспекторы ГИБДД, отогрели и отвезли в город. Хорошо, что он пошел, а не оставался на месте. В принципе, рецепт проверенный. В беду на дороге попадают не только пешеходы, но и водители. Расстояния в округе большие. Да уж, на межмуниципальных трассах почти не встретишь оборудованных кемпингов и придорожных гостиниц, ну или кафе. Так, 4 февраля в дежурную часть ОМВД России по Кандинскому району пришло сообщение от мужчины, что возле поселка Мортко у него сломался автомобиль и он замерзает. На помощь немедленно выехал участковый и представитель администрации поселка. В замороженном грузовике их ждал 49-летний водитель, который уже плохо разговаривал и находился в состоянии сильного переохлаждения. Полицейский вызвал скорую помощь и мужчину увезли в ближайшую больницу. Да, с ним хорошо, вы увидите фотографии. Таких историй, я уверена, за 2 недели и у югорчана, и у сотрудников спецслужб и врачей десятки. Всех не расскажешь. На этой неделе мы также спрашиваем наших подписчиков группы ВКонтакте, как вы переживаете морозы. Напоминаю, что этот же вопрос мы задаем сегодня и вам, телезрители. И пока вы думаете, я почитаю комментарии в группе. Итак, часть морозов удачно просидела на больничном. Я тоже. Морозы заболеть, наверное, не так грустно, когда за окном птички поют и плюсовая температура, например. Следующий подписчик рассказывает, я вообще стараюсь не переживать их, я просто продолжаю жить с ними. Так что никаких стопов, паузов, пережиданий. 40 – это не причина куда-то не идти. Ну, на встречу с друзьями, на тренинг или на праздник. Я до сих пор не понимаю, зачем в школе актировки. Дети гулят на улице, ходят, да и в школе не так холодно, чтобы не учиться. Да, окей, если минус 46, пускай сидят дома, но не в минус 34. Ну, не холодно, не холодно в Хантамансийске. Интересные наблюдения. Почему-то против актировок всегда выступают те, кто уже давно не учится в школе. Спасибо за ваше мнение, конечно, едем дальше. Владимиру Карпенко повезло. И тут не угадаешь с родителями, с работой или в игре, кто хочет стать миллионером. Он пишет, что второй год зимует в Таиланде. Они сначала были на острове Пхи-Пхи, теперь на Пхукете до мая. Ну, здорово. Можно посоветовать. Вот, вы видите его комментарии. А наша постоянная подписчица мечтает, чтобы потеплело. Хотя бы до минус 25. Их буквально кричит. Холодно, надоели морозы, лицо мерзнет, на такси дорого, маршрутки все забиты. А интересно, Анастасия не из Сургута. Я сейчас поясню, почему я так спрашиваю. Сургутяне бьют тревогу во время низких температур, по словам пользователей социальных сетей, общественный транспорт стал ездить реже. А с начала года городские власти поднимают стоимость проезда. Цена билета на некоторых маршрутах 40 рублей, на других 35. Вот и возмущаются сургутяне. Почему цены вырастают пропорционально времени ожидания на остановках? Так, хорошо, едем дальше. Ну, вас услышали и выясним эти вопросы. Если вы тоже из другого города, ну, например, про Сургут мы знаем ситуацию, да, тоже позвоните, расскажите, какая ситуация у вас в городе с общественным транспортом в морозы. И есть ли морозы у вас? Кстати, информация для вартовчан, они, наверное, уже в курсе. В Нижневартовске пошли правильным путем, а главное, современным. В городе разработано приложение «Умный транспорт». Оно показывает информацию о движении автобусов, помогает рассчитать время прибытия на остановку. Также можно узнать схему движения некоторых маршрутов. Скачать можно на известных всем платформах iOS и Android. Это обычное дело. Я-то думал, ты сейчас скажешь, что они без водителей ездят. Давайте дочитаем наши комментарии. А у нас есть звонок нам подсказывает? Есть звонок подсказывает нам. Вперед, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый холодный вечер. Добрый вечер. Я, наверное, никого не удивлю. Хочу тоже пожаловаться на эти морозы. Давайте. В небесную канцелярию, пожалуйста. Ну, может быть и туда, но дело в том, что я приехал из юга, да, Краснодарского края. Вот у нас это такое диковинку, скажем так. Хотя, да дело даже не в этом. Дело в том, что такая небольшая депрессия накатывает, во-первых. Во-вторых, тут так получилось, что приехал зарабатывать денег, а денег, оказывается, тут немногим больше. А в-третьих... Холодно еще. Я взял вот здесь рыбу, да, здесь есть оленины и так далее. Я пошел на нее, посмотрел, облизнулся. В общем, ну, и ушел. То есть, тоскливо, да, 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 скорее бы тепло и так далее. Вот, ну, а еще, действительно, вот, когда вот так долго дятся морозы, ну, это уже, ну, сидишь дома, да, в потолок плюешь, ну, что делаешь? А подскажите нам, пожалуйста, как вы переживаете эти морозы? Ну, человек сказал, сидит и плюет в потолок. Может, как-то иначе. Ну, стараюсь вкусно готовить, стараюсь что-нибудь интересное посмотреть. В общем, разнообразить свое времяпрепровождение дома. Да, да, но как можно меньше высовывать нос на улицу. Спасибо за звонок, за замечательные лица. Говорят, синоптики, что на выходных потеплеет. Ага. Так что, может быть, и настроение ваше улучшится. Вот почему не очень комфортно мы чувствуем себя из-за давления. Спасибо за звонок, спасибо, что нас смотрите. А я от себя добавлю. Хорошо, когда ты облизываешься на дичь, а не дичь облизывается на тебя. Давайте дочитаем наши комментарии. Напомню, вопрос в нашей группе ВКонтакте мы задавали такой же, как и сегодня в интерактиве. Как вы переживаете морозы? Вот, по всей видимости, пишет наша постоянная подписчица. Наша постоянная сибирячка. Настоящая сибирячка. Морозы для нашего региона норма. Давно к ним привыкла. И даже не удивляюсь, что столбик термометра задерживается неделями на отметке минус 40. В принципе, не холодно, если нет ветра. Так что зимовать здесь одно удовольствие. Я, кстати, с этим соглашусь. Диму, почитай следующий комментарий. Одеваемся потеплее, да и всё. Ну, а как быть? Отпуска зимой нет, на работу надо, ребёнка в сад водить, на занятия. Я даже не отношусь к такой погоде, как к чему-то сверхъестественному. Просто живём, да и всё. Единственное расстраивает, некоторые дела заморозились. А это мы сейчас уточним ещё у югорчан. Заморозились ли дела и как вообще им живётся, когда термометр или гаджет показывает 40 градусов? Смотрим наш традиционный опрос. Да, в общем-то, нам не привыкать. Дома сижу и слежу за машиной, что вода у меня заводилась. На самом деле зима очень холодная. У меня депресс начался в эту зиму. Ну, я как бы всю жизнь на севере живу, и я переживаю их очень легко. Домой, с работы. Я одеваюсь тепло, шапки, шарф ношу, естественно, валенькие. Тепло одеваюсь и всё. Дома сидим. Если выхожу, то это куда-нибудь в магазин за продуктами. Одеваюсь тепло, мне мама передала носочки тёплые. Обычно на такси одеваюсь тепло. Крепкий кофе помогает, горячий такой. Очень хорошо. Видите, я гуляю два часа на улице, и мне сегодня вообще замечательно. Мороз и солнце, день чудесный. Сегодня так. Что же, мнения людей понятны, но открытым остаётся другой вопрос. Лично для меня, как человека машины не имеющего, и готов поспорить для сотен тысяч других, таких же югорчан. Как в такие лютые холода добраться до работы? А вот прямо сейчас и попробуем это выяснить. Встречайте в студии Северного интерактивного шоу начальника управления транспорта, связи и дорог администрации Ханты-Мантийска Олега Валентиновича Егоровин. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Присаживайтесь. Спасибо. А мы сейчас как раз услышали от редактора, что нас ждёт вопрос. Да, и человек дозвонился, и мы сразу его выпускаем на зону в прямой эфир. Добрый вечер. Задавайте вопрос нашему гостю. Или нам. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, добрый вечер. Говорите. Вот я ехала 6-го числа, я ехала 6-го числа на маршрутке в 6 вечера. Была эта маршрутка 7А. Селись Гагарина в геолога Останетки 4 маленькие дети. Лет 10, наверное, этим детям было. Такой народ 40 градусов. Это водитель высадил, у этих детей денег не было за краю справа, и они высадили этих детей. Я сделала замечание этому водителю. Вы же не имеете права, эти маленькие дети, вы телевизор не смотрите, ребёнок умер, когда автобус высадил такую девочку. Почему вы так это? Это была 7А маршрутка. Спасибо большое. Мы услышали ваше возмущение. Спасибо за сигнал. Спасибо большое. Да, мы согласны, что это бесчеловечно. Это бесчеловечно, но мы согласны и с тем, что это коммерческий маршрут. Коммерческий маршрут, нерегулируемый тариф. Да, нерегулируемый тариф, нерегулируемое поведение. Нет, поведение нерегулируемое. Регулируемое. Однозначно. Но если он высаживает детей, он их подвергает опасности, и поэтому, если этот случай будет доказан, его можно привлечь к ответственности. Вы уже, так сказать, свое обращение адресовали в наш адрес, поэтому мы однозначно с завтрашнего дня начнем проверку этого факта. Если это подтвердится, то действительно с перевозчиком будут приняты соответствующие меры. Еще раз спасибо за звонок, волшебная сила телевидения, и так на этой оптимистической ноте мы... Это вопрос о горячих сердцах. Мы начинаем интервью. А у нас в автобусе, вы, наверное, видели сюжет, очень хороший был кондуктор, он сказал, уезжайте на маршрутке. Ее тоже можно понять, потому что, видимо, она увидела, что ее снимают. Да нет, не видела она, это был эксперимент на телефоне. Катя, все время за справедливость. Итак, Олег Валентинович, поехали. Влияют ли аномальные морозы на график движения общественного транспорта в городе? Поясните нам, что действительно замерзают некоторые узлы в автобусах, и поэтому их ездить не очень. Или как ездить? Любые морозы, это в любом случае проверка для всех, и в том числе для жителей, для транспорта, для жилищно-коммунального комплекса. Поэтому транспорт не исключение. Другое дело, что все маршрутные транспортные средства, которые у нас в городе предусмотрены, они работают по расписанию. Это и автобусы АТП, которые работают по регулируемому тарифу, который увеличился с нового года и стал 25 рублей. И все маршрутные транспортные средства, которые работают по нерегулируемому тарифу. График движения, он размещен на сайте администрации, может любой житель обратиться туда, на сайт администрации, посмотреть расписание. В соответствии с расписанием эти маршруты должны осуществлять свое движение. Если же этого не происходит, то тогда, пожалуйста, в любом маршруте транспортные средства размещена информация как телефона нашего управления, так и индивидуального предпринимателя, который отвечает и взялся на себя обузу по осуществлению и функционированию этого маршрута. Поэтому любые телефоны, мы доступны, хоть электронная почта, хоть телефон, любые звонки принимаются и рассматриваются тут же. Машин стало больше на маршрутах в связи с морозами или их такое же количество? Количество транспортных средств у нас определено. Это постановление администрации, которое издано в соответствии с действующим законодательством, которое регулирует транспорт. Спасибо. 220-й федеральный закон. Их у нас в городе 110 единиц. Вот 18 маршрутов у нас работает. Это 7 по регулированным тарифам и остальные по нерегулированным тарифам. Единственное, что перед Новым годом управлением транспорта были аннулированы свидетельства об осуществлении перевозка на два маршрута. Поэтому сейчас проводится конкурсный отбор. В связи с этим, вот это количество транспортных средств уменьшилось. Ты хотел рассказать про случай, который произошел с твоей мамой. 40 минут ожидания автобуса на остановке. Это нормально? Да, это было утром. Это нормально. А что это за маршрут и где осуществляют? Мы растранслируемся на игру и зрителям это ни о чем не скажет. Ну, с улицы строителей до улицы Чехова. Ну, давайте мы тогда с вами останемся и мы выясним. Да уже не суть на самом деле. Просто, если такие ситуации происходят, что делать? 40 минут нету ни одного. Точнее, были маршрутки, но они проезжали полные. А автобуса не дождалась. Как быть в таких ситуациях? Ну, как быть в таких ситуациях? Позвонить, прийти? Позвонить, конечно, обязательно. По крайней мере, в любой магазин, который есть рядом, любое здание, где можно переждать, позвонить, сообщить об этом. Есть единая диспетчерская служба, постановлением главы администрации города. Вот еще сургутяне у нас жалуются. Я понимаю, что вы немножко в другом городе, да? Ну, специфика-то одна и та же. Специфика одна и та же, да. В связи с чем, в принципе, автобусов, может быть, возможно, стало меньше? На территории всей Российской Федерации у нас все перевозки подразделяются на два вида. Это по регулируемым тарифам, которые устанавливает региональная служба по тарифам, соответствующего субъекта Федерации. И по нерегулируемым тарифам, где устанавливает цену перевозчик, ну, рынок по большому счету, да. Единственное требование к перевозчику, который осуществляет движение по нерегулируемым тарифам, это уведомление уполномоченного органа об изменении тарифа на те или иные перевозки за 30 дней, для того, чтобы могли эту информацию довести до граждан, до населения. Такая информация у нас поступила от предпринимателей. Они планируют увеличение тарифа на 5 рублей с 25 до 30. Надо отметить, что 25 рублей тариф, который не изменялся практически около 7 лет в городе Ханты-Мансийске. В настоящее время перевозчики мотивируют это тем, что увеличение цены на горючий смаживательный материал, причем вы сами это все знаете, все автомобилисты это прекрасно видят. Поэтому мы эту информацию разместили на сайте администрации, она есть. Олег Леонидович, давайте попробуем с другой стороны. Общественный транспорт как таковой, вот эти самые пресловутые сараи, как их в народе называют, которые по идее должны ходить и всегда ходить будут, правильно? Они вообще встраиваются в современные рыночные отношения? Выдерживают ли их или нет? Так они по этому и по регулируемым тарифам, потому что они субсидируются. Вот это была важная поправка сейчас. Конечно, обязательно. Потому что тот тариф, который устанавливает региональная служба по тарифу, это является социальным тарифом, который намного ниже себестоимости самой перевозки. Олег Валентинович, сейчас еще один вопрос задам, и потом можно будет зрительский звонок принять. Есть какой-то норматив в районах, приравненных, в общем, на севере, в Сибири, есть какой-то норматив, который регулирует, что при минус 40, вот сегодня там не заводить. Актировка для водителя? Нет, нету такого. Вообще такого нет. Такого нет. И быть не умным. Не может быть. Городские перевозки, поезда же ходят, самолеты летают, то же самое. Это транспорт. Самолеты, кстати, не все летают в такие, даже морозы. Не долетели к нам сегодня некоторые представители. Есть некоторые ограничения. Тоже по техническим причинам, я так понимаю. То же самое бывает и в общественном транспорте. Тоже бывает, конечно, технические. Олег Политинович, давайте послушаем. Нам говорят, что у нас там автор Тихов. У нас есть интересный звонок, давайте попробуем. Да, вы в эфире, если вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Алло. Добрый вечер. Говорите, вернее, читайте. Здравствуйте. Я хотела бы свое стихотворение прочитать, посвященное деткам. Ну, как-то надо выживать на севере. Движение, жизнь. Все равно детей нельзя в доме все время держать в квартире. Тепло одеваться и выводить на горку, на улицу. Ну, только чтобы они не стояли или не сидели в саночках. А бегали, играли, снежки на горке. На дворе морозит пух, а захватывает дух. А я саночки возьму и на горку побегу. Вот с горы уже качу и друзей, друзьям своим кричу. Эй, скорее догоняйте, вихрь снежный взметайте. В воздухе снежок кружится, пухом на землю ложится. Вот зимой пришла награда. Лето жаркого не надо. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Это очень мило. Это очень мило. Так тепло, по-настоящему здорово и по-домашнему. А я бы хотел немного продолжить. С вашего позволения. Я лицензию куплю и автобус заведю. Ну, коли уж у нас тема общественный транспорт. Вернее, не куплю, а получу. Правильно? Да, все правильно. Хорошо. Едем дальше в прямом и переносном смысле этого слова. Да, мы говорили про ситуацию в Сургуте. Мы говорили про ситуацию в Сургуте, да. О повышении цен. Смотрите, давайте так. Вы говорите, что цены на горючо-смажечные материалы повысились. Соответственно, повышаются тарифы, повышаются цены. Любой автомобилист нам скажет и так далее. Они могут расти до бесконечности? Могут расти до бесконечности. Конечно. А бывает благотворительность в вашей сфере, скажите мне? Вот у нерегулируемых перевозчиков, которые по тарифам, да, у них бывает благотворительность. Они возят зачастую в холода бесплатно, либо с какой-то скидкой. Может ли общественный транспорт работать в таком же режиме? Мне просто интересно. Ну, я думаю, что если вот по той ситуации, которая была до этого, показано с вашим журналистом, это произошло, поэтому почему нет? Ну, из автобуса, тем не менее, его попросили. А может быть, вы могли бы повлиять и сказать, сегодня вот минус 40, пожалуйста, пускайте всех, кто хочет. Ну, в любом случае, таких случаев абсолютно не было никогда. И те детки, которые заходили в автобус, даже без денег, однозначно, любой кондуктор, любой водитель посадит и всегда довезет до любого места. И сколько, так скажем, слов благодарности было и в прошлом году, и в этом году тоже уже поступали то, что люди именно обращаются и говорят спасибо за то, что моего ребенка привезли туда-то без денег. Поэтому существует это обязательно. Это люди, это дети. Наша программа, она очень всегда была терпима к животным. Давайте поговорим. Если вдруг собака с кошками, это бывает крайне редко, если вдруг собака или несколько собачек возжелает погреться в автобусе рядом с людьми, а стоит ли их выгонять из-за общественного транспорта? Я думаю, что если это собака вместе с хозяинами, намордники, то никто ее даже не скажет ничего. Олег Валентинович, насколько вы вводите ситуацией по нашим автомобилям, которые есть у нас в парке, в автопарке? На чем нонче возят пассажиры? Да, и будут ли там закуплены новее автобусы или как-то владеете ситуацией по этому? Но я не готов сейчас сказать. Пока не готов ответить на этот вопрос. Мы знаем, что в нашем общественном транспорте, например, в Нижневартовске завели умное приложение. У нас в Ханты-Мансийске планируется когда-нибудь такое? Думаю, что да. Мы уже рассчитываемся карточками в общественном транспорте. А все ли табло, которое стоит на остановках, нормально функционирует? Постараемся в этом году довести до ума. Довести до ума, да. А приложение когда? То есть это ближайшее будущее или уже готовы сказать, когда приложение у нас будет? Тоже пока не готов сказать. Чтобы маму сказать, мам скачай и не стой на остановках 40 минут. Совместно с Департаментом информационных технологий мы занимаемся этим вопросом. Есть определенные технические неполадки, поэтому сейчас мы пытаемся их устранить. Хороший ответ. А я вообще пошел бы дальше и сказал, хорошо, что в морозы ездят автобусы. А с приложением сами разберетесь. Спасибо вам большое. Спасибо вам. До следующей встречи. Всего доброго. Итак, подводим промежуточные итоги интерактива. Сильные морозы я стараюсь... Надо было спросить Олега Валентиновича. Точно. Как он проводит? Ну, я уверен, что он сейчас сядет в автомобиль и поедет дальше работать. Сильные морозы. На работе, да. Сильные морозы я стараюсь переживать. Дома 47% югорчан, на работе 47% югорчан и на юге сейчас находится ровно 6% югорчан. А в интернете голоса разделились так. Дома морозы пытаются пережить 55%, на работе 43% и на юге 3%. И знаете, какие дела выводы не хотят югорчане бросать родные края и уезжать куда-то в теплые страны. В теплые края. А может, просто туда пока, исходя из погодных условий, не летают самолеты. Но это мы выясним чуть попозже. И вы, наши телезрители, никуда не улетайте, не переключайтесь, потому что в следующие полчаса вы увидите. Сгорели на работе. Детали лошадиной трагедии. Куда теперь деваться животным после пожара в конюшне? Кони хоть не люди, но жить им где-то надо. Пригодится любая помощь. На миру и смерть красна. Но это кому как. Животным на минувшей неделе вообще не очень везло. А этот баран погиб на глазах у самой впечатлительной публики. Рожениц и беременных женщин. Что это? Красивый народный обычай? Общественность считает иначе. А не с липницем? Злоумышленники пытались украсть из тургутского магазина 30 коробок конфет, которые собирались продать, а деньги, видимо, прогулять. Будет ли их жизнь сладкой? Куда летишь ты, мать югра? До ночи, крыльях. Успешно функционировать, даже просто развиваться огромному региону без авиации? Никак. Что пришлось преодолеть, чтобы наладить в округе воздушное сообщение? Что мы имеем сейчас? Через термик звездам? Или? А сейчас коротко о самых интересных событиях уходящей недели. И здесь мы не уйдем от темы аномальных морозов. В Сургуте сгорела конюшня конного клуба «Пассаж». По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправной проводки. В момент пожара в помещении находилось пять животных. К приезду пожара там все затянуло дымом. Когда лошадей освободили из горящей конюшни, самый пожилой конь умер от отравления угарным газом. Остальные сейчас под присмотром ветеринаров. Им требуется серьезное дорогостоящее лечение, а также новый дом. Пока лошадей поселили в конюшне в Белом Яру, наездницы клуба через официальную группу в социальных сетях обратились за помощью к югорчанам, объявили сбор на лечение своих подопечных и на строительство новой конюшни. Если и вам не безразлична судьба лошадей, вы увидите на своих экранах телефон, по номеру которого можно пожертвовать любую сумму на восстановление животных. Хочется сказать и скажу, вот такой вот пассаж получился. Во время этой съемки пострадало одно животное – баран. И опять-таки в Сургуте. 30-летний гражданин в честь рождения долгожданного ребенка, наверняка третьего, как это принято у него на родине, решил провести обряд жертвоприношения с животным. Причем новоиспеченный отец решился не ходить далеко и на радостях зарезать барашка прямо под окнами роддома. Этот поступок вызвал бурную реакцию югорчан. Многие сочли его странным и вообще неуместным. Позже сотрудники полиции возбудили административное дело по статье «Мелкое хулиганство». Мужчина жрет либо штраф от 500 рублей до 1000 рублей, либо арест на 15 суток. При сельском участке он раскаялся и извинился перед всеми, кого задел этот случай, но извиняться уже стало хорошей традицией. В конце января югорчанин – олимпийский чемпион. Евгений Дементьев выиграл ночную лыжную гонку в Италии. Она прошла в 13-й раз в рамках программы соревнований знаменитого лыжного марафона «Марчелонга». Протяженность трассы чуть больше 30 километров. Представляете, стартует гонка в 6 часов вечера, все спортсмены бегут дистанцию с налобными фонариками. Интересный формат. Наш Евгений получается не только самый быстрый, но и самый зоркий. Он опередил своего ближайшего соперника на 25 секунд. Представляете? Поздравляем. Так, поздравляем. В Сургуте полицейские задержали двух сладкоежек. Оказывается, это преступление, которое пытались украсть из магазина 30 коробок конфет. Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. На записи видно, как двое молодых людей, подходящих к силажу со сладостями, кладут коробки в корзину, после чего пытаются выйти из магазина. Непорядок заметил охранник, который попытался остановить злоумышленников, бросив похищенные. Те вскрылись в мест происшествия. Чуть позже стражи порядка неудачливых похитителей геройски задержали. Теперь им грозит до пяти лет лишения свободы. Кстати, выяснилось, что добычу они собирались раздать любимым девушкам. И даже не съесть. Ну, как мило. А или попросту продать. Ну, прямо преступники века. На этой неделе ушел в отставку главный лесничий Югры Евгений Платонов. Он посвятил преумножению зеленых богатств округа 28 лет. Первый заместитель директора департамента недропользования уезжает из Югры. Его ждут в одном из уральских вузов. Это решение Евгений Петрович принял сам. Пожелаем ему на новом месте успехов. Успехов, Евгений Петрович. Вы настоящий мужчина. С вами всегда было прекрасно работать. Всего вам хорошего. Да. Эти, кстати, и другие новости вы с легкостью можете найти на официальном сайте нашей телекомпании, что подтверждает и статистика. По итогам 2018 года телеканал Югра вошел в четверку самых цитируемых смех МАО нашего округа. А чуть раньше по компании Медиаскейп несла телеканал Югра в десятку региональных, круглосуточных каналов России с наибольшей аудиторией. Вот какие мы. Все это благодаря вам, наши телезрители и пользователям интернета нашего сайта. А сейчас не переключайтесь, потому что далее вы увидите. Куда летишь ты, мать Югра? Да на чьих крыльях? Успешно функционировать, даже просто развиваться огромному региону без авиации никак. Что пришлось преодолеть, чтобы наладить в округе воздушное сообщение? Что мы имеем сейчас? Через тернии к звездам или... Кать, вот послушай, и угадай, кто автор. Опять же, со своими загадками. Ну так, и про что эти строки? Давай. Только что прогудела приказом по рядам рабочих род пролетарий довольно пялится наземь. Пролетарий на самолет. Чьи стихи, я догадываюсь, но пока побоюсь сказать... Да ты не будешь. ...ошибиться. Но, по-моему, очевидно, про что. Завтра мы празднуем День гражданской российской авиации. Видимо, про это стихи. Да, все верно. А про летарий там к тому, что поскольку ноги, а точнее крылья российской авиации произрастают прямиком из советской авиации. Неучрежден праздник был не когда-нибудь, а в далеком 1923 году, если не ошибаюсь, первый рейс Москва-Новгород. Скоро будет вековой юбилей. Ну, а стихи, естественно, Владимира Владимировича. Это так и знала я. Да, так и знала. Не решилась сказать. Что ж, давай сегодня обсудим ситуацию с состоянием гражданской авиации в нашем регионе. Что мы имеем и куда идем. А точнее, летим. Так и знала, что так скажешь. Согласен. А нашим телезрителям мы приготовили вот такой вопрос. Какой любимый вид транспорта у югорчан? Автомобиль, самолет, ну или, что, по-моему, вполне логично, олень? Голосуйте по бесплатным номерам телефона, которые вы видите сейчас на экранах. А также звоните к нам в студию в прямой эфир. А пока наши зрители думают, за какой вид транспорта отдать свой голос, я предлагаю посмотреть небольшую видеоподборку, которая поможет нам понять, когда зародилась югорская гражданская авиация и какие тернии ей пришлось преодолеть. История югорской авиации начинается с 30-х годов прошлого века. 1931 год. Принято решение об открытии регулярного авиасообщения по маршруту Тобольск-Абдорск. Приняли его на заседании окружного исполкома во главе с Яковом Разниным. Тогда же было решено организовать два туземных курса по подготовке работников аэропортов. 13 человек в Самарова и 7 в Березово. Тот же 1931 год Сургут начал принимать авиарейсы. Первый аэропорт представлял собой всего лишь место возле причала Нааби, которое очистили от снега. Впоследствии аэропорт Сургута стал крупнейшим в Югре и 21-м по пассажирообороту в стране. 1934 год. Первый официальный рейс из Тюмени в Югру и на Ямал. Вблизи Тюмени у села Плеханово разместилась первая авиагруппа, созданная для обслуживания Северного морского пути. В этом же году было организовано Западно-Сибирское территориальное управление Гражданского воздушного флота, в подчинение которого вошли все аэропорты Приобья. 1935 год. Открытые авиатрассы Тюмень-Остяково-Гульск и Самарова-Сургут. 1939 год. Открытые авиатрассы Самарова-Ларьяк и Самарова-Нахрачи. В годы войны развитие авиации в округе на время заглохло. Все изменилось после начала нефтяного освоения округа. 1965 год. Официально открылся аэропорт в Нижневартовске. Тогда он располагался в другом месте и был очень небольшим. На нем базировалось звено самолетов Ан-2 и вертолетов Ми-4. 1968 год. Открытый аэропорт в Советском. 1969 год. Образовано самостоятельное авиапредприятие Нижневартовская объединенная авиаэскадрилья. Это произошло по приказу министра гражданской авиации СССР на базе того самого авиазвена. 1973 год. В Нижневартовске начали принимать регулярные рейсы Ту-154. Из Москвы, Ленинграда, Киева, Минска и других городов. Ежедневно в аэропорту приземлялись самолеты с фахтовыми бригадами. 1973 год. В Ханты-Мансийске введен в эксплуатацию сухопутный аэропорт. До этого все посадки самолетов в окружную столицу производились на воду. Новый объект мог обслуживать 50 пассажиров в час и принимать современные по тем временам самолеты Ан-24 и Як-40. Стоит отметить, старый гидропорт не прекращал работу на протяжении еще 10 лет. С падением советской власти в авиационной жизни региона наступил новый этап. 1994 год. Большинство аэропортов Югры стали самостоятельными юридическими лицами. 2001 год. В Ханты-Мансийске открыт современный аэровокзал. 2003 год. Ханты-Мансийский аэропорт победил в одной из номинаций в конкурсе «Лучший аэропорт стран СНГ». 2008 год. Сургутский аэропорт впервые обслужил более миллиона пассажиров. 2011 год. Аэропорт Ханты-Мансийска обеспечил прием и отправку спортсменов и гостей чемпионата мира по биатлону. 2018 год. Аэропорту Сургута присвоено имя Фармана Салманова. Аэропорту Нижневартовска присвоено имя Виктора Муравленко. Несколько суховато, но в целом довольно информативно. В качестве ликбеза пойдет. Ну а если серьезно, это серьезная скрупулезная работа нашего журналиста. Спасибо ему за это. Время очень быстро идет. И вот все эти деревянные постройки, что в Хантах, ты лично видела. Да. Смотрите, сколько всего за это время изменилось. Сейчас, да, многие кадры узнала. А мы тем временем со скоростью света начинаем читать комментарии, которые оставили подписчики в нашей группе. Анастасия Верязкина пишет. Меня радует, что наши аэропорты маленькие, удобные и понятные. Все рядом, никогда на рейс не опоздаешь. Не то, что эти огромные новые терминалы аэропорта Шереметьево. Бежишь, сломя голову к своему выходу, куда уж там перекусить или дух перевезти. От себя бы добавил в этом Шереметьево, да и в других аэровокзалах столицы с недавних пор еще и надписи на китайском встречаются. Ужас это или нет, но станет видно. Китайцам удобно, во всяком случае. А вот Ольга Сергеевна, Сергеенко с таким мнением не согласна. Надо узнать, Сергеевна она или нет. Будет интересно. Летает она раз в год с пересадками до моря нашей аэропорты. Говорит, хоть и маленькие и удобные, считает она, но уступают остальным по качеству услуг. Ни кафе хорошего, ни детской зоны, ни удобных крейзел. Ждать своего рейса приходится в пустом терминале. Ну, видимо, женщина любительница веселой шумной компании. Ну, может быть, ребенок ей просто поиграл бы где-нибудь. Возможно, да. Ну, а следующая подписчица рассказывает, что будет спрос, будет и предложение, считает Дарья Скорох. Но это в идеале. Югорчане летают часто и повсюду. И сбрасывать со счетов нас не стоит. Пишет она. Нам полеты нужны. Элементарно в столицу Урала улететь. Ну, вот из советского, к примеру, полеты туда отменили. А были трижды в неделю. Авиакомпания сказала, невыгодно. При этом Як-40 был полным каждый полет. Про цены разговор отдельный, дорого, но даже за немалые деньги люди летали и летают. И я действительно соглашусь, что если нужно очень быстро улететь, то деньги найдутся любые. А как это все-таки рифмуется с этими байками, которые я слышал, когда приехал в регион, о том, что за сигаретами в Тюмень раньше летали из Хантамансийска именно на самолете. Люди недовольны, их можно понять. Одно дело улететь куда нужно из родного города, ну или из ближайшего райцентра. И совсем другое преодолеть ради этого 300 верст по зимней дороге. Недоволен, кстати, и наш следующий подписчик. Хотелось бы цены поменьше и направление не только в Москву и Екатеринбург, говорит Владимир Карпенко. Улететь из Югры как-то куда-то без пересадки, кроме столицы, вообще невозможно. Например, в Шерегеш сейчас знакомые едут из Хантамансийска. Но сначала им надо доехать до Сургута, потом до Новосибирска лететь, а потом еще и на машине пилить до поселка. Бред же, если кто не знает, Шерегеш это такой зимний курорт в Кемеровской области. Вот, кстати, Владимиру Карпенко бы жаловаться. Он у нас в прошлом блоке в Таиланде отдыхал. Мария Надина считает, что... Вот его из Таиланда в Шереге ждать. Нет, он сказал, что друзья едут. Мария Надина считает, что внутренние авиаперелеты должны быть доступны жителям страны. У нас столько красивых и крутых регионов для туризма. На сегодняшний день для того, чтобы слетать куда-нибудь, надо в авиакассу почку внимания отдать. Внимание. Конечно, насколько это гиперболизировано вам решать, но в целом справедливо. А сцены стоит признать и правду кусаются. Вот что пишет Анастасия Ключникова. Летать мы очень любим и готовы летать больше, но цены на самолет позволяют путешествовать только в период льготных отпусков, к сожалению. Отпуск в пределах страны роскошь непосварительная. Живем как в клетке, знаем больше о загранице, чем о родных просторах. А ведь сколько мест в стране, которые нужно посетить, но по ценнику сделать этого невозможно. Они как будто перекликаются с Марией и Анастасией. Договорились. Да. А следующий подписчик регулярно радует нас по настоящим аналитическими комментариями. Редакция мы аналитическая и эти комментарии нам как... Что это? Как что? Как бальзам на раны. Как бальзам на раны. Ну, я полностью читать не буду, раз у нас такой умный аналитический. Попытаюсь выхватить главное. Уже много лет в нашей стране говорят, что нужно развивать малую авиацию. Говорят, говорят, говорят. На всех уровнях. Но толку никакого. Если в США этот сегмент экономики, то у нас развлечение для богатых толстосумов. Нашим олигархам хочется денег сразу. А создание малой авиации, авиакомпаний, малой авиации это долгосрочные инвестиции. А наши богатей долго ждать не любят. На самом деле, выход банален. Нужны серьезные госвложения. А сейчас, увы, просвета нет. Даже накачанный бюджетными деньгами ЮТР относится с презрением к внутренним пассажирским рейсам. Будто делают нам одолжение. А богатей, да не наши. И ведь отчасти справедливо. Что ж, попытаемся, если не парировать, то хотя бы немного подсластить только что озвученную пилюлю. Я позволю себе вспомнить, что совсем недавно, уже в этом году, в эфире нашей программы, звучала новость. Она связана с авиацией. А именно, что в 2019-м Росавиация будет субсидировать 21 рейс из Югры. Точнее, из Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска. Мы говорили об этом подробно. Да. В другие города страны, не побоюсь повториться, не лишний раз рассказать. Означает ли это, что на какие-то рейсы билеты могут подешеветь? Вполне возможно. Теперь предлагаю на полную мощность запустить нашу машину аналитики. И для этого я немедленно отправлюсь к своей любимой... Анализировать. Интерактивной. Давай. Итак, в нашем округе действует 4 международных аэровокзала. В Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Когалыми. Кроме того, 6 вознужденных гаваней общероссийского значения. Ну, а вертолетные площадки, их количество вообще стремится к бесконечности. Знак бесконечности даже напоминает вращение вертолетного пропеллера. Точно. На каждый муниципалитет, как минимум, до нескольких десятков. Я, честно говоря, даже не пытался считать. А это число рейсов, которые принимает каждый аэропорт в день. Сургут – 110, Ханты-Мансийск – 34, Нижневартовск – 30, Белоярский – удивительно, 21, Березово – 14, Когалым – 7, Игрим – 6 и так до конца. Итого 234 рейса. Интересно, Нижневартовск – большой город, а 30. Вот так вот, да. Но Белоярский более, значит, стратегические, что ли, в этом плане. Конечно. А вот тут я собрал интересную, на мой взгляд, подборку. Ценовые люфты, стоимости билетов по некоторым популярным эйсам. Ханты-Мансийск – Москва. Цена билетов, как видимо, варьируется в пределах 7 тысяч. Кстати, точно такой же расклад, если лететь в столицу нашей родины – Сургут. А вот минимальная плата при перелете из окружного центра в Сургут заметно выше – почти 8 тысяч. Так, это максимально на одного человека, кстати. Это бизнес-класс, по всем видимо. Да, с кормлением на борту. Куда бюджетнее воздушная поездка в Белоярске – от 4 до 9 тысяч. Ну и одним из самых дорогих путешествий может стать полет на борту самолета, следующего по курсу Ханты-Мансийск – Сочи. Видите, да? Всем видно. Но и эти цифры меркнут, если вы возжелаете отправиться в Сочи из Сургута с двумя пересадками. А я не соглашусь. А я не поеду. Я в Сочи летаю каждое лето. Вот такая цифра. И не такие там цифры, гораздо выше. Но это, наверное, лето. Покупаешь заранее. Покупаешь заранее. Я покупаю в отеле, и все равно сумма кругленькая. Ну, в общем, подводим итоги интерактива. Подводим. 13% ездят на машинах, или любят ездить на машинах, или хотели бы ездить на машинах. Самолеты, самолетами 25%. На оленях, посмотрите-ка, у нас 62%. А олени лучше пел в свое время палат Бюль-Бюль-Аглы. Я соглашусь с югорчанами, которые проголосовали за оленей, потому что, скорее всего, они имеют в виду передвижение по автозильникам. Юмор? Ну, да. Юмор. Это пока предварительные данные, впереди у нас еще мнение. Сейчас, возможно, все изменить. Колобельды, я прошу прощения, все правильно. Да, меня поправляет редактор, спасибо большое. Запомните, скачайте эту песню, послушайте. Олени все равно лучше, потому что их 62%. Мы спросили у югорчан, у жителей Югорска, Лентора и Хантамансийска, часто ли куда-нибудь они летают, и летают, куда они летают, и возможно ли прожить в Югре. Без авиации, давайте представим, и давайте посмотрим еще один наш опрос. Негче долететь куда-то в страну чужую или, допустим, в ближние, даже до Уфы, быстрее три часа долететь, чем, например, ехать двое суток с детьми, это очень тяжело. Я не летаю на самолетах, но родственники очень многими путешествуют и из-за границы уезжают. Конечно, обязательно нужна авиация у нас. Бывают моменты, когда приходится летать тоже домой, к родственникам, куда-нибудь на дальние места. Ну, далеко же от всего, как называется, долго на поезде ехать. Поэтому я думаю, что все-таки на самолете быстрее. Но тем более есть такие сейчас варианты, что подешевле можно заранее купить билет. Практически не летаю. А если летаете, то куда? Ну, летал в Санкт-Петербург в прошлом году. С Екатеринбурга направлений гораздо больше. Предпочитаем Екатеринбург. У нас есть труднодоступные районы, в которые просто невозможно обойтись без самолета. То есть нельзя добраться на машине или прочих транспортов. Переезды, которые составляют по 9-10 часов, они никому не на руку. И без гражданской авиалинии, думаю, обойтись не вариант. Мы экономим время. То есть обычно, как правило, мы летаем, когда нам вот прям необходимо. И удобно. Быстро и удобно. Похоже, народ однозначно за авиацию. А за народ ли авиации? Этот вопрос мы попытаемся прояснить с нашим сегодняшним гостем. Встречайте в студии северного интерактивного шоу президент общественной организации авиационного спортивного технического клуба «Полет» Сергей Николаевич Шевчик и заодно его сына, уже у нас во второй раз, сын Никита. Добрый вечер, уважаемые гости. Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо вам за то, что малая авиация летает. Сергей, вы прилетели или приехали? И долетела к нам. К сожалению, приехали. А почему к сожалению? Вы летаете в такие аномальные морозы? Нет, как раз чем холоднее, тем самолету легче лететь. Тут другой вопрос. Тут аномальные налоговые ставки на легкие самолеты, такие, что мы вынуждены сейчас продавать эти самолеты. Но это такая тенденция по всей стране, правильно? Это решают депутаты местные. А, вот в чем дело. Давайте сначала мы пройдемся... Давайте познакомим зрителя. Да, мы познакомим зрителя с вами, с вашей деятельностью. Попытаемся выяснить, откуда все-таки вас тянет в небо. А почему? Это юношеское лечение, взрослый расчет или же детская любовь? Ну, много раз говорил уже, что у меня это вынужденная мера. Я родился, вырос в Локосово. Это изолированный поселок, дорог не было. В Сургут переехали. Надо как-то попадать в Локосово. Как? Решил, что самолет самый лучший транспорт, гидросамолет. В 2000 году первый раз взлетел на гидросамолете. 45 минут пути. Это в то время, когда там дорог вообще не было, либо зимник, либо на лодке 6 часов надо, либо на метеоре в очередь стоять, билетов не хватало и так далее. Гидросамолет, он, в общем-то, летом функционирует нормально, зимой. А я сухопутный построил для зимы на лыжах. А, лыжах. Интересно. То есть вы меняете поплавки на лыжи, и, собственно, он превращается в зимний. А кто вас учил? Откуда информацию брали? Легкий частный самолет, он универсальный, но можно на лыжах, можно на поплавках, можно на колесах. Вот. Учил. Я сам брал книжки по аэродинамике, по самолетовождению, изучал их. Потом поехал в Самару, прошел курсы пилотов-любителей. Ну и так я аттестовался на пилота-любителя. Скажите, вот большое количество этих самолетов, и, кстати, какое количество самолетов спасет ситуацию эту, когда нужно передвигаться, скажем, из созданного поселка, может быть, до райцентра, назовем его так, и обратно. Ну, я на своем опыте это испытал, что самый простой и удобный транспорт – это самолет, свой самолет. Вот это не машина, не олени, это самолет. Потому что вот эти расстояния, на которые тратилась значительная часть жизни, они превращаются в какую-то шутку, шутя эти расстояния, переодолеваешь. И люди, когда прилетаешь в поселок, люди смотрят, расспрашивают с таким интересом. И я не мог быть равнодушным. И вот сейчас, как у вас передача называется? Югра в своих руках. Вот, в своих руках. И я взялся решать вопрос на таком уровне, что я сейчас в рабочей группе по развитию авиации в общих назначениях МАУ Югры. То есть мы сейчас пытаемся решить вопрос по жестокому налогообложению на легкие самолеты. Вот, допустим, на мой маленький самолет 30 тысяч рублей налог в год. В год 30 тысяч рублей. В грузовика 20-тонного 26 тысяч. Ну, согласитесь, что, в общем-то, это не так много. Нет, я с вами не соглашусь. Не согласитесь. Смотрите, вот. В год? В год. Я в деревне построил себе самолет из дерева, поставил двигатель на него. И вроде решил свою проблему. В город могу выбираться, да? Нет. 30 тысяч налог надо заплатить. Где я их возьму? Слушайте, интересная ситуация. Ну, хорошо, а кто в состоянии построить собственный самолет? Ладно, мы, допустим, из дерева сделали каркас, крылья и так далее, насколько я вот в этом понимаю. Но двигатель, он же стоит гораздо больше, чем 30 тысяч, правильно? А мы нашли выход. Мы в этом году испытали двигатель, называется он УМЗ-421 от «Газели». И тянет нормально? Да еще как. А сколько? Похлеще того, который полтора миллиона стоит за граничный. Сколько людей в состоянии поднять и довести из точки А до точки Б такой самодельный самолет с таким двигателем? Да видите, сейчас технологии такие, что достаточно купить разработанный набор, он недорого стоит, собрать в деревне его вдвоем, втроем, в коллективе каком-то. Или вот с сыном пройти курсы пилотов, которые преподает пилот-инструктор. Вот я пилот-инструктор. Я могу учить, а многих научил летать. И все, аттестовывайся, регистрируй самолет, в аэроклубах все это помогаем делать. Как поставить на поток? Вот вы сказали, вы сейчас состоите... Димурин, давай с глобальными вопросами... Слушайте, ну такая интересная... Сейчас еще один вопрос, пожалуйста. Как поставить это на поток? Мне очень интересно, потому что я уже загорелся. Ну как поставить это на поток, и как это спасет ситуацию? Лишнее на этом празднике жизни сидят разговариваются. Никита готовится, сейчас у меня тоже к нему есть. Мы практически это уже сделали, но никакого потока не будет, потому что самолеты никто не покупает. И мы свои продаем, потому что налог такой большой и невменяемый просто, что нет никакого экономического смысла иметь самолет. Зачем самолет? Мне из деревни слетать в город за продуктами. А у меня получается плюс техосмотра, это 100 тысяч рублей в год надо заплатить за содержание самолета. Это ощутимо. Все. Какие-то там наборы делают изобретали, никто их не будет покупать, эти самолеты. Ну и какие у вас результаты? Вы состоите в рабочей группе, чего уже достигли, добились? Да, мы сейчас ведем переговоры с правительством Югры на предмет внесения предложений по поправкам по транспортному налогу на самолет. То есть, в частности, одному из двоих, это мне поручили, разработать такие поправки по налогам и льготам на самолет, на земельные участки, под взлетные полосы. Над этим мы сейчас работаем, экономическое обоснование готовим и, может быть, сдвинем с мертвой точки в наших руках. Отлично. Никита, ты как далекий от налоговой политики? Отвечай, пожалуйста, на вопросы Екатерина. Никита, расскажи, ты увлекаешься тем же, чем увлекается твой папа? Тебя научил строить самолеты свой? Уже собрать сможешь? Летаешь? Ну, самолетами я, конечно, увлекаюсь, как папа. Конечно. А куда деваться, да? И летаю с ним с очень малого возраста. Я даже не помню себя не летающим на самолетах. Но все-таки больше я увлекаюсь космосом, то есть на уровень выше, чем самолеты. И хочу стать ученым-астрофизиком, потому что, вот вы, например, знаете, есть ли жизнь в Солнечной системе где-то кроме Земли? Или Марса. Или Марса. Я уверен, что есть. Каждому югорчану по космическому кораблю, дабы он сам об этом убедился. Слушай, ну семья шефчиков нас обеспечит. Папа самолетами... И не перестает удивлять. А Никита ракетами. Ну, хорошо. Ты, прежде чем полететь в космос, все-таки, наверное, попробуешь управлять самолетом? Или уже, наверное. Или уже пробовал? Ну, пробую, конечно. Мы летаем иногда. И мне обязательно дают штурвал на пару минут. На пару минут. Но не более. Сергей, в целях безопасности, видимо, мы обязательно поговорим с тобой про корабли собственного изготовления, которые будут бороздить пространство космоса. Чуть попозже, Сергей, давайте попробуем вернуться. Как вы считаете, какие основные препоны на пути развития гражданской авиации в округе? Дальнейшего развития, возможно. И есть ли таковые? Все-таки вы имеете отношение к авиации? Гражданская авиация делится на коммерческую и на некоммерческую. На авиацию общего назначения. Коммерческая – это авиалайнеры, которые пассажирские перевозки осуществляют. Мне тяжело судить, какие там проблемы. Ну, косвенно я могу знать, что старые самолеты, ну, сейчас Боинги у нас в авиакомпании «Ютейр» около 20 лет, 25, где-то вот так вот середина. Но они собираются перевооружить автопарк? Да, они стареют, у них много отказов, приходится много обслуживать. И, скорее всего, они будут менять, обновлять парк. Ту-154 же уже нету. Ну и так далее. То есть управление по надзору в сфере транспорта не выпустит неисправный самолет. Тут как бы все будет четко, рынок отрегулирует. Другой вопрос, то, что вот мы с Никитой попробовали передвигаться на своем самолете далеко. И это, ну, до того, такие чувства мне даже трудно описать. Это мы до того, как не попробовали, мы просто… Когда мы попробовали, мы поняли, что мы люди на самом деле букашки, таракашки какие-то маленькие. До того, как попробовали летать были. Вот такие впечатления. И, ну, блин, вот у меня одни эмоции. Да, вас переполняют. У нас открытая программа. Я не могу людям объяснить, что это такое. Просто надо попробовать. Давайте попробуем. Слетать на своем самолете в соседний город куда-нибудь. Ты поймешь, насколько человек все-таки достижение, я не знаю, эволюции там и так далее. Сергей, на этой оптимистической ноте мы закончим наш интересный разговор. Мы заражены просто вашей любовью к авиации. Да, мы уже заразились. Давайте попробуем, когда эту тему будем понимать в следующий раз, вместе с вами, с Катей, подготовить сюжет. Полетать и посмотреть, насколько люди сверху кажутся маленькими. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что к нам прилетели. Приехали из Сургута. Жаль, что не на своем самолете, хотя мы очень вас ждем. Ну, в следующий раз, я думаю, когда погода будет более летная, все у нас получится. Итоги интерактива нашего. 30% любят ездить на автомобиле, на самолете 20% и на оленях 50%. Олени. Холодно, мне кажется, на оленях-то. На самолете и на машине теплее. Опять олени. Ну, наверное, все-таки это югорчане относится с определенным юмором. А может быть, это голосование вопреки, потому что самолеты я вижу только 18%. Ну, а в... Ну, ты бы из вот этих вариантов какой выбрал. Я бы лично выбрал самолеты, если честно. Потому что это самый удобный транспорт. Голосование в ВК, машины 40%, самолеты 30%, олени 30%. Ну что, коллега, давай опять скажи мне что-нибудь умное, мудрую какую-нибудь мысль, чтобы завершить программу. Хорошо. Не знаю, можно ли назвать следующую цитату мудростью, пусть решат наши зрители. Неважно, есть ли высшее образование, главное, чтобы было высшее соображение. О, как глубоко, а кто автор? Юрий Алексеевич Гагарин. Не зря мы про космос сегодня говорили. Не зря мы проговорили с молодым человеком про космос. На этом мы попрощаемся с вами, наши телезрители. Мы говорим вам до свидания и до новых встреч. До новых встреч в эфире телеканала Югра. Смотрите нас уже в следующую пятницу, 15 февраля в 19.30. Всего доброго. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова